Кошмар жильцов пятого дома по улице Бутырки начался с тех пор, как в 2015 году им сделали капитальный ремонт крыши. Именно тогда они подружились с тазиками, ведрами и тряпками. 24 квартиры просто затопило. Прошло три года, а страшный сон и не думает заканчиваться. Новая подрядная организация устранила ошибки прежней. Теперь крыша не течет, но последствия остались страшные. Трещины на стенах и разрушающаяся кладка – вот результат недобросовестной работы. У нас рушится кладка между 12-10 этажом, вернее 12-11-10. Вот эти три этажа, даже кирпичи выходят. Мы тоже обращались, это была комиссия. Они сказали, вызывайте монтажников и сотников, нужно брать какую-то пробу кирпича, отчего разрушение. Ну, разрушение только единственное, что я могу сказать, то, что это протечки. Потому что у нас все текло, крыши здесь постоянно, ее просто латали. У Ольги Фархулиной до сих пор нет света на кухне, но все бы ничего, да есть еще одна серьезная проблема. Жители в шутку называют свой дом проклятым, уж слишком много свалилось на них несчастья. Теперь самое главное, чтобы не свалилась крыша протекающего козырька, который даже не успевает высыхать. Эта проблема существует уже пять лет, но компетентные органы решать ее не торопятся. Мы обращались в фонд капитального ремонта, но никаких от них этих я не вижу результатов. 17 января я ходила, писала заявление. В 20-х числах к нам пришла комиссия, во главе директора сказали, мы вам дадим ответ. Но уже прошло два месяца, никаких результатов нет от них. Я не знаю, чего ожидать. В 12-ти этажке проживают почти 300 человек, и все боятся выходить из подъезда. Родители с детьми, инвалиды и старики с опаской смотрят на промокший потолок. Опасаемся самой главной трагедии, потому что козырек, вы сами знаете, люди выходят, он может разрушиться, последствия будут очень печальные. Никак мы не можем вот эту проблему решить. Я вот не понимаю, мы же не специалисты, ну что вот тут такого трудного вот этот козырек сделать. Дождь, снег, любая непогода могут стать началом большой беды. Нынешний подрядчик уверен, что они всю работу выполнили качественно, и протекающая крыша козырька в этой ситуации не является гарантийным случаем. В смете не был заложен ремонт ливневой канализации. Я так думаю, что в этой части ливневой канализации имеется трещина. И вода, которая попадает в нее, размывает часть потолочного перекрытия плиты, соответственно, попадает на участок стены. Из-за этого вода попадает в плиту и происходит ее размыв. Еще одна причина, которую называет подрядчик, это засор ливневой канализации. Действительно, то, что открыл стаивший снег, поражает своим разнообразием. Бутылки, пузырьки, окурки и шприцы. Конечно, всего этого здесь быть не должно. И тут возникает извечный вопрос, кто виноват и что делать. В любом случае, если ситуация не изменится в ближайшее время, жители планируют написать заявление в прокуратуру. Может быть, тогда ЖИО номер 19 и жилищная инспекция начнут принимать меры.